всем доброго дня рад приветствовать вас на канале forester сегодня у нас тяжелая артиллерия действительно тяжелая внушительный нож от мастерской сварок яркая броская вещь нож предоставлен к обзору подписчикам и владельцам ножа кириллом кириллу большой привет и спасибо за поддержку кирилл предоставил не просто нож а еще и свою историю обязательно расскажу чуть позже а пока предлагаю начать давайте рассматривать такой вариант ножа в мастерской называется за сапожник 2 классическая версия есть еще более крупные 2 м по-моему в этом ноже все выглядит гармонично как вы считаете грубоватый металл кожа дерево традиционные материалы предлагаю начать с ножен рассмотрим их чуть ближе кожа плотная глянец миллиметра наверное три с половиной четыре строчка одинарная ровная по всей длине вот здесь есть поворот усилить устья и хоть нити толстая мне кажется было бы неплохо пустить второй шов ну хотя бы вот до этого места до конца первой волны сделать это даже не ради красоты и надежности вдруг кто-то соберется крепить огниво например нож тяжелый легко выполнит функцию лагерника это просто как вариант далее отверстие для вывода влаги самое небольшое но она имеется и два варианта подвеса хотите фиксированная петля хотите свободный подвес это грамотно очень красивое тиснение мастерской сварок и ножи эти идут номерные здесь цифра 17 в этих ножнах нету вкладыша чисто формовка здесь мягко и нож под своим не маленьким весом из ножен вываливается причем делает это достаточно легко я прекрасно понимаю что вы вряд ли будете ходить по лесу на руках просто имейте это в виду с другой стороны посадка достаточно глубокая думаю проблем возникнуть не должно с ножнами наверное все тактильные и визуальные ощущения у меня самые положительные но взгляните сами по моему очень достойно отдельно хочу отметить цвет которая выбрала компания сварок для выполнения чехла имея некую слабость к ржане поэтому плюс балл теперь давайте рассмотрим сам нож клинок идет дугой по всей своей длине по сути образуя дроп-поинт рукоять сабельного типа вот с такой запятой на конце достаточно остроугольный тут заканчиваются накладки вы видите выведен хвостовик и сюда же поместили отверстие под темляк темляк уже вешал хозяин вообще один из вариантов происхождения за сапожного ножа это рационализм обычный такой человеческий рационализм обломанный в бою шашки дабы не терять металл обтачивали и превращали в за сапожный нож который в дальнейшем выполнял массу прикладных функций и конечно же оставался орудием последнего шанса рукоять за сапожника выполнена из африканского дерева это венге расклепка в трех местах и рельеф по нижней части в виде подпальцевых выемок причем обратите внимание их три они четыре как пальца сделано так возможно и потому что шашку держат еще и вот таким макаром на три пальца мизинец выведен за рукоять хорошо скругленный тыльник в таком случае скользит внутри ладони мизинец то же самое способствует удержанию не забываем есть еще и темляк для пущей фиксации и вот она чисто рубящая очень удобное движение если взять второго за сапожника молоточным хватом вот как я показываю указательный палец у меня ложится уже на река со то есть на мою руку получается тесновато обратным хватом вот так конечно же нет вот так возможно в принципе даже удобно и того основной хват здесь получается диагональный вот такой или шашечный это самое удобное теперь будем говорить про клинок в данном случае он выполнен из х 12 м ф кованый широченный обух логотип компании знак солнце лекала врат на оборотной стороне надпись цену жизни спросим у мертвых со стилистикой и направленностью все понятно этому в компании уделили время спуске ножа на глаз примерно 40 к 60 в процентном соотношении вот так вот слегка обозначили вывели рк крупная пята сантиметра полтора река со сведен этот крепыш примерно в 0 8 но рез неплохой за счет высокого микроподвода обратите на это внимание заточка достойная давайте попробую продемонстрировать вам заточку по старинке на листе бумаги бумага у меня напряженка но мне кажется это вполне достаточно для того чтобы понять что этот крупный габаритный нож весьма неплохо режет вообще по ощущениям этот нож мега тяжелый запредельной надежности настоящий такой бивень понимаю что продукты вряд ли удел этого монстра однако для очистки совести давайте пройдемся на кухню пошли стоит сказать что я достаточно быстро оставил идею приготовления гренок из черного свежего хлеба вот этим ножом порезать хлеб тонко оказалось задачи не из простых понятное дело все предсказуемо такая геометрия показатели конечно не для кухни геометрия геометрия с кухни остановимся я думаю вы поверите мне на слово нож этот может послужить вам в продуктовой нарезке особенно если речь идет о небольших объемах работы ну например порезать бутерброд если говорить о потоковой кухне я бы всегда предпочел альтернативный вариант ножа хотя бы с точки зрения веса нож этот весит 310 грамм и порубить здесь проще чем порезать справедливости ради скажу что порезать сырокопченую колбасу получилось вполне адекватными ломтиками толщина вменяемая на той неделе работал по мясу этим ножом к сожалению не попадет в эфир не было у меня под рукой камеры скажу так сам рез по мясу меня не сильно впечатлил а вот порубить этим ножом мясо в мелкий фарш я готовил люля-кебаб вот это действительно в тему отдельно хотелось бы остановиться и рассмотреть этот нож в формате своей пригодности для охотников опять же это только мое мнение во-первых если это пешая охота не сафари такой нож придется с собой носить а это и вес и габариты и второй очень важный момент для каждого охотника это разделка перерубить кости до безусловно сто процентов а вот шкурить и разбирать животное я бы предпочел конечно нож полегче причем раза в два иначе боюсь просто отвалятся руки ваше мнение обязательно напишите в комментариях интересно что думаете на этом с кухонными делами предлагаю закончить возвращаемся назад в лес будем продолжать наш тест и начнем мы конечно же с рубки для такого ножа это самое первое дело сделал небольшие заготовки посмотрим что этот нож сможет перерубить в один заход не стал ничего подбирать тоньше вот этой кленовой ветки думаю справится ну и несколько поленьев расколем построгаем фронт работы понятен но согласитесь это очень приличный результат любую из этих палок этот нож перерубать с первого раза в один заход последнее что я рубил толщина но практически в два человеческих пальца здорово и этот нож можно использовать даже как маленький топорик попробуем порубить на весу это очень очень сухая ветка кора щепки лучина и уже мелкие дрова здесь порядок посмотрим как нож строгает нож вгрызается не очень охотно и достаточно большой рычаг рука устает а вот стружка здесь не самое эффективное даже небольшого количества работ хватает чтобы понять что этим ножом действительно проще отрубить ну кое-как крупную щепу можно сделать сейчас будем проверять носик хотя особенных сомнений в нем нет вот все таки не моя привычка длинный темляк всегда он болтается заходит на рк есть опаска того что малейшее движение в сторону пенька и эта веревочка просто отлетит попробую все таки убрать ее в сторону все понятно куда здесь тягаться такая мощь с носиком будет полный порядок сами все видите вот интуитивно нож ложится вот таким образом как шашка все продумано чисто под это ну что с этим ножом все понятно предлагаю подытожить да кстати чуть не забыл про историю которую передал кирилл хозяин ножа вместе с этим за сапожником дело в том что этот нож обошелся хозяину в 12 тысяч рублей немаленькая сумма деньги взяли сразу обозначили сроки и началось пришел назначенный день тишина кирилл обращается в компанию в письменном виде через несколько дней получает ответ что практически все готово несколько дней задержки ну извините так бывает окей проходит еще неделя кирилл уже звонит в компанию где ему сообщают что все уже все готово сегодня отправляем ждите ладно понятно проходит еще неделя кирилл повторно звонит в мастерскую где ему сообщают ой извините а мы забыли отправить ну и потом уже спустя несколько дней пришел нож комментировать здесь я ничего не стану каждый поймет самостоятельно более того у меня есть собственный опыт общения с мастерской есть опыт описанной несколькими подписчиками промолчу к чему я все это говорю вы продаете этот нож за 12 тысяч рублей немаленькая сумма денег по сегодняшнему дню и в данном случае продается не просто нож продается некий пакет в который входит себестоимость материалов то есть самого ножа в который входит ваше время ваш труд и обязательно ваше отношение обратная связь если какой-то из этих аспектов хромает вся пирамидка рискует рухнуть я надеюсь вы правильно меня поймете нет абсолютно никакого вызова в том что я говорю напротив очень поправимая вещь обратите на это внимание и всем нам будет только лучше прекращаем полемику все политические вопросы в сторону в конце концов не за этим собрались возвращаемся к ножу нож цельный серьезная вещь для любителей габаритов и веса за сапожник мне все таки не лег в руку я показывал ситуацию с хватами но именно объем рукояти здесь порадует очень многих такой нож по кухне вы уже поняли если только вынужденная мера хотя все что касается порубить в том числе и мясо здесь на ура лесные задачи вся тяжелая работа первым делом для ювелирных работ и декора конечно не лучший вариант тут и понятно носить с собой такой вес на любителя мы заготовили приличное количество дров в рубке этому ножу не занимать но вот какой нюанс при шашечном хвате я натер себе палец вот в этом месте острым фрагментом выведенной питы возможно вопрос привычки в общем и целом мощнейший лесной нож работяга далее выбор за вами предлагаю на этом на сегодня остановиться с вами был канал Форестер рад был всех увидеть на очередном обзоре если вам понравилось это видео обязательно дайте нам знать если еще не с нами присоединяйтесь и в комментариях обязательно обсудим все что вы думаете об этом ноже на сегодня все всем удачи пока пока до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч